26 мая ежегодно в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Праздник посвящен тем, кто, создавая и развивая собственный бизнес, вносит свой вклад в развитие экономики страны. И в нашей студии представители бизнес-сообщества Ленинского городского округа Владислав Рымша и Максим Арапов. Здравствуйте. 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 Обычно предприниматели нашего муниципалитета широко, с размахом, отмечают свой профессиональный праздник. Но коронавирус внес свои коррективы, и поэтому праздника, наверное, такого большого не будет. Но все-таки я вас поздравляю. Спасибо. С вашим профессиональным праздником. Максим, расскажите нам, как изменилась жизнь предпринимательства в связи с пандемией. Вы знаете, коронавирус внес свои коррективы в жизнь предпринимателей. И сейчас мы уже, многие предприниматели закрылись и не открываются. До сих пор мы все очень ждем снятия ограничений. И когда уже бизнес воспринимает опять духом, и мы будем восстанавливать вместе нашу экономику. Да, действительно, мы всегда отмечали этот праздник с размахом. И в прошлом году мы, как обычно, торжественным местом торгово-промышленной палатой и главой района нашего округа, мы поздравляли наших предпринимателей. В связи с тем, что произошло, наши планы изменились, хотя и в этом году мы тоже рассчитывали большее количество собрать предпринимателей, потому что нам есть о чем рассказать, есть кем гордиться. Но, наверное, уже в следующем году, либо, может быть, чуть позже, но мы обязательно отметим этот праздник. А вот сколько у нас сейчас в вашем сообществе предпринимателей? Есть такая цифра? Порядка 50. Порядка 50. Ну, это вот люди, которые уверенно стояли на ногах, наверное, или которые начинали развиваться. Вы как бы не делите их, всех принимаете в свои ряды, чтобы, наверное, помочь с бизнесом, с развитием бизнеса. Да, да. Ну, в связи, во-первых, мы, в принципе, по нему помогаем всегда бизнесу. И наша главная цель была информирование бизнеса о мерах поддержки и помощи предпринимателям на местах. Рассказывать им о том, как создается бизнес, возможно, обмениваться опытом. И в данной концепции мы как бы всегда работали. Но сейчас очень актуальна горячая линия, которая у нас на базе торгово-промышленной палаты. Организовано очень много обращений и звонков, когда можно открыться, какие есть меры поддержки. И мы и в данном случае в общем режиме их оказываем. Вот вы сказали про меры поддержки. И на самом деле много очень по телевизору говорят про меры поддержки. Мы знаем, что есть как государственные, так и муниципальные. Владислав, вот расскажите нам, какие меры поддержки у нас в муниципалитете бизнесу оказываются? Да, действительно, на сегодняшний момент достаточно большое количество мер поддержки. Это как и федеральные, так и региональные, так и муниципальные. На сегодняшний момент депутатами Совета депутатов городского округа были приняты две меры поддержки. На уровне Совета депутатов инициаторами была администрация Ленинского городского округа. Соответственно, депутаты пригласовали единогласно за эти меры поддержки. И на сегодняшний момент это действительно определенная помощь в сегодняшней ситуации для наших предпринимателей. Я знаю, что несмотря на сложное время, вы, в общем-то, и другие помогаете выживать. Участвуете в благотворительных акциях, помогаете, предоставляете помещения для продуктовых наборов. Насколько важно вообще в это время быть необходимым другим? Ну, вы правы, да. Бизнес на сегодняшний момент, он социально ответственный. И в сегодняшней ситуации, я считаю, что и медики, и предприниматели находятся в авангарде борьбы с коронавирусом. Только единственное, что медики борются за жизнь людей, а предприниматели борются за российскую экономику и сотрудников, которые работают у нас на предприятиях. И в это непростое время находят и возможность, и время для того, чтобы помогать обычным людям, которые на сегодняшний момент действительно очень серьезно страдают. Есть люди, которые вообще не выходят на улицу. Есть те, кто попали в сложную экономическую ситуацию, финансовую. Есть те люди, которые лишились работы. Да, их немного, но все равно они есть. Поэтому вот таким людям, естественно, мы рады помочь. Потому что предприниматели, вот именно те предприниматели, которые находятся в торгово-промышленной палате, это люди, которые действительно болеют душой и сердцем за наш замечательный городской округ. Все-таки будущее есть у предпринимательства российского, Максим? Конечно, есть. Я думаю, вы знаете, мы обязательно восстановимся. И те стойкие предприниматели, которые прошли еще старую школу, для них, я думаю, что ничего нового нет. Это, конечно, что-то новое, безусловно, когда полностью останавливаются все производства и торговля. Но, вы знаете, дух предпринимательства и вот эта предпринимательская держивка, она, наверное, не даст просто и ровно сидеть на одном месте. И мы обязательно восстановим нашу экономику. И я думаю, что это произойдет очень скоро. И мы сейчас уже даже это видим. Как люди поддерживают предпринимателей, заказывая, например, ту же доставку домой. Или мы пользуемся теми же самыми продуктами, которые мы не ездим уже в магазины. Это новый мир, но, безусловно, мы к нему адаптируемся. А у вас есть сегодня возможность поздравить своих друзей и коллег с профессиональным праздником? Да, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить предпринимателей, жителей Ленинского городского округа. С 2007 года указом президента был учрежден этот праздник. И действительно, он на сегодняшний момент для нас, для предпринимателей является знаковым. Поэтому я хочу всех поздравить. Пожелать здоровья, сил и терпения. И я надеюсь, все будет у нас хорошо, если мы будем вместе бороться с этими проблемами. Да, дорогие друзья, мы обязательно с вами преодолеем этот кризис. И все проблемы и невзгоды отойдут на задний план. Я вас очень прошу держаться. Осталось еще совсем немного. Вам здоровья самое главное. Семейного богополучия. Берегите себя. Спасибо вам большое за то, что были у нас в гостях. А я напомню, что в нашей студии были представители бизнес-сообщества Ленинского городского округа Владислав Рымша и Максим Арапов. К другим темам.